Давайте поговорим о правках Конституции. Сейчас это тема, с одной стороны, номер один, с другой стороны, мы с вами перед эфиром разговаривали, вы сказали, что как сегодня это освещается, тоже к этому есть вопросы. Расскажите об этом подробнее. Я вот смотрю, допустим, сегодняшние расчеты. Вот за прошлую неделю медиарейтинг, так называемая упоминаемость важного события в средствах информации информации. Коронавирус 93,2%, относительно Конституции 6,8%. И в самой Конституции нет обсуждения приоритета, как их расставил президент. Он же расставил президент, мы это видим в информационном пространстве. Что вначале, прямо написал первый вопрос, суверенитета и приоритета Российской Конституции. Второй вопрос, это двойное гражданство чиновникам запретить. Третий вопрос, это так называемый центр оседлости для президента. И дальше все остальные вопросы, там их много. Госсовет, сроки подряд, социальные вопросы. Но они являются вторыми, третьими, четвертыми, двадцатыми по отношению к вопросу суверенитета. И мы видим, во-первых, само по себе подготовка плебицита сейчас не ведется в плане общественного обсуждения должного уровня. Но вот эти цифры показывают. Как оно должно вестись, на ваш взгляд? На мой взгляд, каждый день телевизор должен по два часа основные информационные передачи тратить на круглые столы, на приглашение экспертов, на выслушивание граждан. То есть на употребление терминологии, связанной с конституционной реформой президента и плебицитом. Плебицит – это форма референдума высшего уровня. То есть явка должна быть выше, чем на любой референдум. И количество людей, которые поддерживают, должно быть на порядок больше, чем в референдуме или всенародном даже голосовании, как формально это называется. То есть это должно быть всеобщее национальное воодушевление для решения этого вопроса. Потому что только это воодушевление позволит потом провести политические реформы суверенитета, о которых говорит президент. Сейчас пока над предложениями президента, над поправками в конституцию, можно сказать, только началась работа. Она ведется, конечно, активно, но это еще, наверное, можно назвать стартом этой работы. И, может быть, пока еще предметно обсудить что-то не представляется возможным. А тут коронавирус, он по всему миру шагает, новости... Но не у нас. Не у нас. Не у нас. И, надеюсь, такого и не будет, но все-то хотят, чтобы вой не было. То есть это пока что-то такое понятное. То есть где-то люди заболели, люди умирают, люди ходят в масках. Это больше, может быть, как-то впечатляет, что ли? Нет, смотрите, это, может, впечатляет. Но жить-то нам, а не китайцам с коронавирусом. Соответственно, конституционная реформа президента и плебисцит – это наша жизнь. Которая, результат чего изменится жизнь каждого человека. То есть резко повысится уровень благосостояния. Когда, если все получится, опять же, да? То есть прямо от конкретного человека впервые за 25 лет зависит, как он будет жить дальше и жить его дети. Или вообще будут ли жить. Потому что вы знаете, что есть угроза вообще существования государственности. Потому что обострилась конкретная борьба и по линии НАТО, и по линии Украины, и по всем другим направлениям. Поэтому это самое важное. И 15-го числа президент призвал к этому. Уже прошел месяц. Очевидно, что уровень обсуждения в обществе, а все-таки основа этого обсуждения – это информационная политика. Средств массовой информации в интернете, там конкретные люди ей занимаются. Явно неадекватно поставленные президентом задачи. И в целом это очевиден саботаж. Саботаж очевиден в области обсуждения поставленным президентом вопросом о важности проблемы, которую он даже назвал сплебицитом. То есть общество не втянуто в это. Соответственно, решение не будет таким глубоким. Мы понимаем, что это должно быть как можно быстрее. Условно говоря, апрель месяц голосования. За это время мало времени остается. И решение будет не таким глубоким, как необходимо для радикальной политической и институциональной реформы. Речь-то идет о том, что власть в стране. Понимаете? Президент говорит, что власть в стране должна быть российские законы и российская конституция. А сегодня у нас власть в стране – международные учреждения. О чем он тоже говорит в своей речи? Какие международные учреждения? В речи президента так и сказано. Международные учреждения созданы на основе договоров. То есть они являются механизмом реализации власти на территории России. Но посмотрите бизнес. По каким правилам функционирует бизнес? Кто назначает бизнес? Особенно крупный. Кто управляет институтами собственности? Английское правосудие. Английское власти. Кого-то внесли в списки – этому человеку нельзя иметь собственность. Кого-то не внесли – можно. Очевидная манипуляция на нашей территории. А это прямая связь с нами. Потому что мы работаем на этих предприятиях. Наши все граждане получают зарплату оттуда. Соответственно, линия Путина на деофшеризацию, национализацию элит явно буксует. А это часть внешнего управления. Если элиты управляются извне, значит, какой тут суверенитет? Понимаете? Соответственно, это должно решить вопрос плебисцита. Начать решать. Надо начать решать. Расстановка национализации элит надо начать решать. Начать решать. Ее же нет. И она не обсуждается. А все остальное – это уже метод обеспечения этого процесса. Это тот же госсовет. Но очевидно, что госсовет должен со временем занять место. Но аналогичное в свое время был такой орган ЦК КПСС. Вот госсовет. Давайте о нем подробнее поговорим. Потому что, может быть, для многих это понятие госсовет. Есть правительство, есть Государственная дума, есть Совет Федерации. Госсовет. Чем он сейчас занимается и чем он должен заниматься в будущем, исходя из поправок? Как вы считаете? Вот у нас… Вы взяли в руки Конституцию. Я взял в руку Конституцию. Слава Богу, хоть кто-то начал ее читать. Даже члены рабочей группы по Конституции. Это хорошо. Ну, например, в ряде статей Конституции, например, 18-й, предусмотрено, что есть такие вещи, которые определяют смысл содержания применения законов, деятельности законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления обеспечиваются правосудием. Сильная фраза. Реально эти вещи определяются иностранным фактором, иностранными учреждениями. То есть, фактически, вся централизация российской власти осуществляется извне. Естественно, нам нужен свой орган внутренней централизации и стратегии. Понятно, что со временем, ну, в этой итерации это не получается, потому что нельзя первую и вторую статью трогать Конституции. Это должен быть Госсовет. То есть, он должен определять смыслы законов. Он пишет законы, должны писать законы парламент. Но смыслы законов, стратегическую, конечно, должен определять тот, кто делает стратегию. А это по проекту Конституции должен делать Госсовет. Обратите на это внимание. Но это как пример. Просто все эти есть принадлежность к суверенитету. Не сам Госсовет нужен. А для того, чтобы он реализовал принципы, связанные с тем, что мы отказываемся от управления международными органами, которые прописаны, о чем президент говорит, и запускаем свою систему управления. То есть, короче, выгоняем варягов, которые нами правят, и правим сами. Об этом речь идет, когда говорится о приоритете нашего российского права над международными. Я правильно понимаю? Это общий термин. Но мы просто с вами должны понимать, как работает механизм внешнего управления. Международное право – это общее название. Но в нем внутри есть органы. Эти органы называются международные организации. Какие? Например? Например, СПЧ. 15 тысяч решений в год в отношении России. Европейский суд по правам человека. МВФ. Валютный фонд. Международный валютный фонд. Сотни решений стратегического характера в отношении России. Например, у нас же для того, чтобы принять решение народу, например, надо изучить вопрос. Например, вопрос повышения пенсионного возраста. Откуда идет? Из МВФ. Валютный фонд, который прямо ссылается на память, говорю, рекомендации 2018 года, 16-й пункт на международные нормы, которым мы не соответствуем. А напоминаю, что по 15-й статье Конституции у нас определяются и определяющими являются общепризнанные принципы и нормы международного права. Так нам прямо МВФ говорит, этим принципом у вас не соответствует пенсионный возраст. Этим принципом у вас не соответствует наличие большого количества пенсионеров в стране. И отсюда повышение пенсионного возраста. Потому что кто стратегию пишет, тот и дальше реализует этот курс. Повышение налогов НДС. МВФ, прямо говорит, должно быть 22%. У нас было 18%, стало 20%. Если вы знаете, то есть была определенная борьба. То есть оттуда идет тот же вот сейчас обсуждается вопрос с тем же фондом, из которого должны быть национальные благосостояния покупаться Сбербанк. Сама идея фонда пришла из МВФ. И оттуда появилась вся стратегия его появления. Поэтому, понимаете, хорошее это решение, плохое решение. Я это не комментирую. Но это решение не выработано в России. Это интересная информация. Понимаете? Так об этом и говорит президент. Соответственно, курс, которым мы идем 29 лет, не нами вырабатывался. А теперь, заметьте, результат этого курса. Ну, например, вот для наших технарей. 28 лет назад наша земля производила каждый третий пассажирский самолет мира. Сейчас нули. Что, мы не умеем производить самолеты? Туилы у нас плохие. Курс не подразумевал развитие авиации. Судостроение, машиностроение, в целом переработки. Полтора процента сегодняшних наших ВВП, это в 10 раз меньше, чем было 28 лет назад. Это есть результат курса. Узкая специализация на нефтяную углу, это есть рекомендация МВФ. Хорошие или не плохие, но они не наши. Они выработаны не для наших целей. Поэтому они по определению совершенно не обязательно должны нам быть полезны. И мы видим в результате, они не полезны. Теперь это игнор будет? Нет. Плебисцит запускает процесс смены власти на национальную. Но не сам этот процесс, он не есть процесс, он и есть начало процесса. Потому что смена власти на национальную, она затрагивает сотни тысяч элит страны. И они совершенно не обязательно все будут довольны. Поэтому мы вступаем, почему и нужен плебисцит, чтобы народное влияние, мнение нависло над теми элитами, которые не хотят жить по суверенным правилам. Не хотят жить, обслуживая российский народ. Понимаете? Соответственно, для этого, если хотите, это мандат на начало глубоких преобразований. С ошибками, потому что такие глубокие вещи, по сути, это национальная освободительная революция Путина. Не бывают без ошибок. Поэтому этот мандат должен быть очень высокого уровня. Пребит стыдного. 90% желательно, чтобы пришло избирателей. А для этого сейчас надо им это рассказать. Придет столько, как думаете? Если захотят жить, придут. Надеемся на русское чудо. То есть мы видим, что есть саботаж в пропаганде. Но мы надеемся, что русский человек проявит чудо, как он проявил его во всей нашей истории. Например, в 1941 году, когда Гитлер не ожидал такого сопротивления, оно вдруг оказалось. Это же чудо. Вот так и здесь. Надеюсь, люди догадаются и придут. Хотя есть очевидное давление пропагандистского характера, чтобы этого не произошло. Евгений Алексеевич, благодарю вас за этот разговор. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.